Спасибо. Чёрный, я тебе своё удостоверение не показывала, да? Или, а нет, мне кажется, этим показывала. Давай посмотрим, а я не знаю, как здесь показать. У меня прям очень тёмные волосы были. Тут корни чуть-чуть росли, но плохо видно. Я тебе, кажется, я не помню, показывала или нет, где я без губ и где я с чёрными волосами. Он мне когда спрашивала, типа, какой у тебя родной цвет или этот, покажи себя, там, типа, без косметики, короче, вообще без ничего. Я покажу удостоверение своё. Там все в шоке. Сколько мне 16 лет было? Все в шоке. Это мне накрашенная своим цветом волос. У меня губка, кажется, была ещё красивее. Блин, если посмотреть, типа, я сделала губы, но они уже как будто меньше стали. Ну, не знаю, я ещё хочу сделать. Я вот, кстати, вот, кашля подруга заходила, я с ней обсуждала это, то, что я хочу сделать ещё губу. Пусть таки остаётся, ещё хочу кольнуть. Бля, только нет. Ну, это у меня так, типа, просто в планах, ну, не в планах, это просто такое, знаешь, типа, мысль такая. Но это не факт, то, что я буду её делать, потому что я могу через час перехотеть. Привет кому. Я ещё, кстати, вообще, знаешь, месяц назад задумалась о том, чтобы вернуть свой цвет волос. Ну, в чём он перекрасится? В моём случае, это вы... В каком случае? Я, короче, хочу свой цвет волос вернуть. В чёрный нахер перекрасить всё. Я уже устала красть волосы, естественно, и что-то мне приелся этот полон 18+. Ну, блин, да, по идее, большие губы, они гулькарно выглядят. Ну, это прям здоровые такие. Я это не хочу такие. Блин. А, нет, я собаку скидывала фотографию, где, короче, я только кольнула их, они у меня были отёкшие. И они прям здоровые были. Нормальные губочки. У меня здесь, в общем, три миллилитра. О губах, то, что я хочу кольнуть. Ещё. Я бы тоже после этого не здоровывался. Блядь, это такой, знаешь, неловкий момент. Да, три миллилитра. Такой момент, знаешь, был вообще… Вот сейчас как… Нет, не знаю, мне смешно. Я зашла, и у нас просто эти взгляды там пересеклись. Нет, потом нормально. Он потом подошёл ко мне. Я просто стояла, короче, я говорю, типа, в той стороне как бездушно было. Я вышла, а там, короче, где кольдура, там вообще кипиш. Потому что не стоит больше колоть. Да я не буду, скорее всего, я не знаю пока. И я тут… Я встала, короче, где танцевал, такая стою, смотрю. И в боковом зрении вижу, что что-то кто-то идёт сюда. Я думаю, это мой знакомый. Потом постарела, короче, то он был. Нет, ничего, лучше, чем с согласным. Ну, блин, можно это именно, да, подчеркнуть. Просто, когда прям совсем, типа, нездоровые, это вульгарно, блин. Не отрицаю. Спасибо. И потом, короче, что я говорила? Всё, он подошёл, мы с ним общались. Потом я уехала. Ну, по-моему, час где-то. Знаешь, эта девушка прям совсем рано выходит замуж. Ну, мне уже 23. Мне кажется, если я сейчас выйду, само что уже будет не рано. Вообще, я бы хотела выйти где-то в 25. Мне кажется, это прям нормально такого возраста. разговариваю. Я, 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 я. Ну, я, 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 я набираю. Блин, как мне заблокать эти комменты, а? Стремно. Да я по идее сейчас даже типа гуляю, это только потому, что мне скучно и дома как-то сидеть неохота, я даже вот говорю, я в субботу была в Гоголе, это у нас клуб, я типа пошла только потому, что мне было скучно дома, я даже не пила. Вот рау, блин, вообще хотелось бы. У меня это и сейчас так по идее. Сколько я уже без отношений, два года уже без отношений? Блин, если так посмотреть, то я бы не сказала бы, что у меня какие-то, знаешь, такие прям сверхъестественные внутри у меня парня. просто многие парни сейчас они, блядь, во-первых, жестко тупят, во-вторых, это сейчас парнями что-то не так в последнее время. как бы у меня прям не скружат такие прям без требования. Сейчас парни как бабы стали, хуже даже, знаешь. девушки много чего требуют, но сами за меня ничего не могут предложить. так, сейчас подожди, за этим я не согласна. Почему девушки не могут требовать? Мне кажется, для вас, мне кажется, это много что. Для нас это, по сути, такие, знаешь, какие-то основные такие вот... как это правильно сказать? Это основа, знаете, типа такая, которая должна быть, мне кажется, у всех парней. сейчас у них таких качеств нету, сейчас многие мужики стали как бабы, если так посмотреть, вот реально. Сами, блядь, не знают, что они хотят вообще от этой жизни. У нас много требований, нежели чем у девушек. Да вы, блядь, не понятно, о чем вы хотите, естественно. сейчас после замороза девушки начинают снимать маски. В плане, а что такого? В плане, а что такого? Что ты говоришь, с которым ты сталкивался. это не только у девушек так, как родят, так вообще пиздец. ну, блин, ты не забывай то, что сами роды, они, это такой очень сложный процесс. у меня этот компьютер не работает. я его вчера не выключала на сон постоянно, потому что опасно его выключить. Да? Да, его вообще очень... Я его всегда выключаю, я даже не знала. Он у меня не работает почему-то, я не знаю, у меня вот мышка не работает. А, кстати, да. Вчера тоже не работала? Вчера он работал, нормально, потом, когда я его выключала, он уже вот этот. Вот я не знаю почему. Еще вот так и там полосками пускал. Странно. Ну, он капец зависал. Ну, на личном опыте видел, какие были девушки, да в отношении бы парней то же самое, вообще-то. Давай не будем, я тоже могу, знаешь, некоторый пример привести насчет мужиков. То, что мужики сейчас, блядь, пиздец, больше половины, даже, да, больше половины изменяют. Не так? Мы сами поняли про кого, про кого я говорю. Ты точнее понял. И это ладно, хорошо, я не буду брать именно вот этих людей. В принципе, встречала очень много таких. Еще плюс пусика, скажи. Мужики тоже, знаешь, после женитьбы вообще становятся такими. Ничего не хотят делать. Так что не надо тоже катить бочку на женщин. Женщины много чего отдают, когда замуж уходят. Очень много. Это вы по факту. Ладно, хер с ним вы там работаете. Пока мы дома сидим, да, с ребенком. Но это тоже очень тяжело. И морально, и физически. Мужики. Не надо просто говорить то, что нам, девушкам, проще. И так далее. Только с СССР такой пиздец. И все. Ну да. Блин. Просто реально. Сейчас, типа, мужики. Вот сейчас, типа, все поменялись местами. Типа, девушки, как мужики стали. Они сами, типа, работают. Сами зарабатывают. А мужики такие, типа, я не хочу делать. Типа, ты вообще, типа, ты должен. Хотят себе красивых, но при этом ни хрена не хотят делать. Ну, то, что мы после 25 разные, это называется старость. Ну, что-то, что мы стареем все. Ничего. И требования разные. Но я считаю, что мы, девушки, мы имеем право требовать. Потому что мы очень многое отдаем. Это в случае, когда замуж выходим. Да вас, блядь, просто оставить на один день с ребенком старость после 45. Изи катка. Просто я считаю, не надо, типа, сравнивать девушек и парней. Вы никому не оставляете своих паспортов, да? Еще это такой документ. Всегда должен быть при вас. Больно за границей. Сейчас потеряют, не дай бог. Где, потому что так уж и правильно. Не съехали бы вообще на меня одни мужики накинулись? Где тут девушки? Помнишь, что это она ушла, оставила у меня змея? Отец-одиночка, там жена заходит по самогазу. Вот. Сказала, держи при себе всегда. Ага. Давай. 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 Давай.